Добрый вечер, полсекундочки, я хочу еще нам всем бросить этот самый чат-текст. Добрый вечер, полсекундочку. Добрый вечер, мы продолжаем нашу серию уроков. Сегодня у нас урок будет по другой теме, немножко актуальный. В связи с войной, которая у нас идет сегодня, мы будем учить пару кусочков из книги Рава. Называется «Рот Милхама», «Цвета войны». У нас есть, спасибо, Ширель, перевод одного куска, одного отрывка. Второй, значит, мы прочитаем, переведем самостоятельно. И потом я хочу сделать какие-то свои личные примеры, выводы и так далее. нас сейчас, ну, я думаю, все это более-менее знают. В общем, у нас сейчас очень тяжелая реальная война. Война, более тысячи уже убитых с нашей стороны, гражданских и военных. Война сейчас на два фронта началась, на юге и на севере. То есть настоящая война, по программе, практически тысячи убитых за один день. Это, чтобы не было у нас. Наши новейшие истории никогда. У меня двое детей сейчас в армии, на юге, на фронте там. Один, ну, не знаю, как сказать, в штабе. Второй уже там, ну, второй в гашетах, ну, как-то в поле. Вот. Третий ребенок тут бегает, всем помогает. Разводит там всякое снаряжение для солдат и так далее. Уже здесь ближе к дому. Ну, то есть это пока около нас, очень близко. У одного моего сына много знакомых, сослуживцев, погибших из армии. Из нашего, там, где в Кацрине мы сейчас живем, тоже есть солдат, который пал. Ну, вот такая вот ситуация. Значит, на сегодня давайте начнем сейчас с текста. И потом я хочу сказать какие-то свои мысли. Начнем с названия. Вообще это не книга даже, это несколько отрывков Урала. Называется «Урод Милфома, света войны». И само название, ну, очень странное. Какие света у войны? Свет может быть у любви, у милосердия. Как бы мы знаем раба, да, что у него очень… объемлющий, принимающий, любящий взгляд. Как он называет свою статью и даже, скорее, книга «Слета войны». Это, как бы, на первый взгляд это странно и на втором взгляд это странно, потому что война – это плохо, это ужасы и так далее. Но это путирава во всем, что происходит, он видит в первую очередь руку Бога, божественное провидение. Соответственно, в войне со всей болью и со всеми урусами, которые там есть, тоже есть света. Ну, теперь закончим это предисловие и переступим к тексту. Сегодня первый раз с одним экраном. Посмотрим, у нас будет нормально, я надеюсь. Так, а, секундочку. Я не распечатал еще наш текст. Давайте я это сделаю сейчас. Спасибо. Спасибо. Значит так. Те, кто пользуются ссылкой, которую я сбросил, текст начал в самом низу, потому что наша книга – это «Урот А-Шува». Это «Урот А-Шува». А сейчас мы учим книгу «Урота А-Милхама», «Света войны», и у нас ее как бы нет, поэтому в самом низу я это поместил. У меня еще по всему прочему, что я забыл сказать, сегодня еще у меня день рождения у ребенка. Так что, все наложилось. Отлично. Так, я распечатал текст, и сейчас давайте его начнем. Итак. Мама. Мама. Видно всем экран? Нормально? Ничего не мешает? Кто-то может мне сказать, что нормально видно экран, меня хорошо слышно. Все прекрасно видно и слышно. Да, шикарно видно. Отлично. Значит так. Мы смотрим на первое поколение, о которых рассказано в Торе, пророках и Писаниях. Все поколения занимались войной, и они велики, к которым мы относимся с любовью и святым уважением. Мы понимаем, что искра души – это основа. То состояние мира, которое было обычным тогда, или которому война была настолько необходимой, что именно оно стало причиной появления этих душ. Давайте я посмотрю поиска души. Там слово зика. Нет, зик. 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 Да, это отношение души. Так. Это свойство души – это качество души. Это качество души. Мы понимаем, что основа – это качество души. То состояние мира, которое было обычным тогда, при котором война была настолько необходимой, что именно оно стало причиной появления этих душ. Содержание внутреннего чувствования, которых было целостным. Война за свое существование, существование народа, война Бога была внутренне осознанной. Крепки духом они были и могли в глубине мрака выбрать добро и отвратиться от зла. Даже когда пойду долины смерти, смертные тени не убоюсь зла. Как написано у нас в псалмах. Когда вы задумываясь о них, то в каждом проявлении духа, которого мы так жаждем, мы тоскуем по их смелости, по их жизненной силе, крепкой и оформленной. Как бы высеченные камни или отлитые в металле. Благодаря этому стремлению, наша духовность всегда крепнет и наше мужество облагораживается. Эти сильные души возвращаются, чтобы жить в нас как в дни древности. Итак. О чем книга Танаха? Очень большая часть Танаха. Это Тора, пророки и писания. Очень большая часть. Рассказы там про войны. Что это, летопись? Святая книга. Самая святая, в общем-то, для большей или очень большей части человечества. Занята тем, что рассказывает нам о войнах. Что, нет ничего более духовного, более интересного, опять-таки, с духовной точки зрения, чем войны. Куда там пошел, с каким отрядом Яшуа, кого там захватил Калев и список их городов там израильтяне захватили. С кем воевал этот царь и с кем воевал тот царь? Это то, что мы, если бы писали святую книгу и то, что бы мы туда записали, как-то очень странно. Очень странно. Что мы имеем на сегодня? На сегодня у нас есть разделение. Одни люди занимаются моралью, духовным совершенствованием. Другие люди занимаются войной. Эти два вида людей, они, в общем-то, не пересекаются практически никак. Ты либо воин, либо ты мудрец, философ. Тот, кто занимается как бы постижением мудрости, постижением духовности. Атанах нам показывает, что именно те образы, которые мы стремимся подражать, которые у нас как бы, вот он их ставит на высоту, те великие праведники и так далее. Чем они занимались? Они воевали. Начиная от Моисея через Яшуа. Даже пророк Илья, а пророк тоже воевал, не боялся запачкать руки кровью. Эти великие души занимались войной. И эти великие души мы занимались одновременно духовным совершенствованием. И это у них не было два пути. Это у них соединялось в одном. И в этом их величие. Это люди, которые умеют одновременно заниматься таким сложным делом, тяжелым делом, которое, в общем-то, огрубляет душу, как война. И быть великими в духовном смысле слова. Если мы обратим внимание на последнее предложение, он говорит о том, что эти великие души Давида и его воинства возвращаются в наши дни. И рождаются в наши дни, и воюют в наши дни. Мы можем встретить сегодня раввина, который одет в форму Цааля и воюет. Вот у нас здесь в Кацерине просто простой пример. Я жил раньше в поселении Бейтель, там был рав Миламин. Он как бы был раввин Бейтель. Его внук живет здесь в Кацерине вместе со мной. У него есть урок раз в неделю по Танаху. Он офицер в армии. Как бы с начала войны. В субботу в праздник. Посредине праздника его вызвали, и он уехал на войну. Крав говорит нам, что вот эти вот великие души воинства Давида, они сегодня возвращаются к нам. И это то, чего нам нужно, и то, чего нам как бы не хватало все время изгнания. Объединение в одно и возможности воевать, и возможности духовного совершенствования. Давайте теперь сейчас вернемся к тексту и пройдем его еще раз потихонечку. Мы смотрим на первые поколения, о которых рассказано в Торе, в пророках и описаниях. Те поколения занимались в одной. Я добавляю это сюда. С одной стороны. И они великие, к которым мы относимся с любовью и святым уважением. В духовном смысле, в общем смысле. То есть у нас великие – это не геркулесы, которые единственным, чем они занимаются, они совершают ратные подвиги. Это их единственный плюс. Они великие в общем, в духовном, в материальном, во всем. Это основа для подражания, как, допустим, царь Давид, который воевал. И они великие, к которым мы относимся с любовью и святым уважением. Мы понимаем, что, давайте скажем, основа, не основа… Свойства души. Свойства души – это основа вот этих вот великих в первых поколениях, этих великих душ. То состояние мира, которое было обычным тогда, при котором война была настолько необходимой, именно оно стало причиной появления этих душ. Установимся здесь. Итак, когда появляются великие души? Когда им есть что делать? Когда им есть что делать? Тогда, когда нужно евреям воевать. Во время истории, которая у нас в Талмуде, и во время нашей сегодняшней истории. Поэтому великие души появляются тогда и сегодня. Великие души, которые могут пройти через войну и остаться великими, и решать проблемы добра и зла во время войны, они появляются не просто так, а когда этого требует величина вызова. Когда вызов большой, когда нужно воевать, приходят великие души. Обратите внимание, именно оно стало причиной появления этих душ. Что? Время, при котором война была необходимой. Это время тогда, это время сейчас. Именно оно стало причиной появления этих душ, содержание внутреннего чувства, которых было целостным. Как мы сказали, у нас нет разбиения на духовное и материальное. У нас нет касты воинов и касты мудрецов. Это одно. И это нужно, чтобы это было одно. И поэтому появляются великие души. Война за свое существование, существование народа, война Бога была внутренне осознанной. Война вообще, в общем, война Израиля, любая, называется войной Бога. Крепким духом они были и могли в глубине мрака выбрать добро и отвратиться от зла. Когда все понятно и ясно, то просто выбрать добро и отвратиться от зла. А когда вы окружены не людьми, а не людьми, то это уже сложнее выбрать добро и отвратиться от зла. Тогда нужны великие души. Даже когда пойду долиной смерти, не убоюсь зла. Когда мы задумываемся о них, то в каждом проявлении духа, которого мы так жаждем, мы тоскуем по их смелости, по их жизненной силе, крепкой и оформленной. Как бы высеченной в камне или отлитой в металле. И благодаря этому стремлению наша духовная сила крепнет. Мы смотрим на этих героев. Они герои. Они праведники. И что о них рассказывает опять-таки наши святые книги? О том, как они воевали. Мы на них смотрим. И наша духовная сила крепнет. Наше мужество облагораживается. Не достаточно просто мужества, его тоже нужно облагородить. И эти сильные души возвращаются, чтобы жить в наш, как в дни древности. То есть эти великие души сейчас приходят нам обратно. Это как бы... Можно пропустить это последнее предложение, но оно здесь как бы очень ключевое здесь. Таба говорит о том, что в наше время, в нашу эпоху, те великие души, которые были во время Танаха, они возвращаются. И он объясняет почему. Почему? Потому что сейчас есть великие вызовы, которых не было долго и много. Когда, как Рав говорит, когда... При котором война была настолько необходимой, что именно оно стало причиной появления этих душ. То есть война, понятно, не создаёт эти души. Туши создаёт Бог. Но война – это вызов, чтобы ответить на который эти души приходят. Огромное спасибо, Шерель, за перевод. Это отрывок. Он, не знаю... С моей точки зрения, он очень как бы неожиданный. С другой стороны, когда мы по-простому смотрим на Танах. В общем-то, он достаточно банальный. Я остановлюсь здесь. И, как всегда, хочу узнать, что вы чувствуете по поводу этого отрывка. Что вы считаете? Пожалуйста. Тогда я на там. Пожалуйста, Виктория. Добрый вечер. Добрый вечер. Что я хочу сказать? Конечно же, конечно, война проявляет. Она вытаскивает из человека наружу всё. Потому что перед лицом смерти, конечно, человек становится самим собой. Потому что это страх, тут уже не лицемерие или ещё чего-то такого. Конечно. И, конечно, эти души, они проявятся. И так же, как и проявятся люди, ну, плохие, если можно так сказать. Потому что там кто во что гораст. То есть каждый проявляется таковым, какой он есть изнутри. Я думаю вот об этом этот отрывок. И вот те, кто, возможно, даже не подозревал в себе такой силы, как это назвать, ощущение божественного света или чего-то в этом роде, я не могу это выразить. У меня своих слов не хватает. Они это увидят. То есть все сильные души, они проявятся. Именно в таких кризисных, в такой обстановке. Это как лапмусовая бумажка. И равном говорить, что эти сильные души среди нас есть. В большом количестве. Как во время дали. Я хочу здесь заметить одну ещё вещь. Как-то для созвёздочки, для, ну, как-то для знатоков. У нас есть широко распространённое понятие, которое называется еридата нишемот. Спускание поколений. Которое говорит о том, что поколение чем дальше, тем становится мельче. Вроде бы то, что мы сейчас учили у Рава, оно противоречит этому понятию. Соответственно, я хочу к этому, этот вопрос немножко разобрать. То есть Рав говорит, что великие души появляются в нашем поколении из-за вызовов. А у нас есть понятие, что души мельчаются. Это, как называется, лобовое противоречие в лоб. Принципиально. Соответственно, давайте начнём с предисловия. Откуда мы знаем, откуда вообще взято понятие мельчание души? Это понятие из каббалы. В открытых источниках его особенно нет. Но и почему-то оно стало распространенным сильно. И исторически, даже потому что мы сейчас учили у Рава, это правильно. Сперва были великие души, а потом во время изгнания души стали мелкие. Ну, по крайней мере, не такие великие, как были. Но в каббале есть понятие также поднятия душ. Соответственно, мы получаем с одной стороны спуск, с другой стороны поднять и получаем параболу. Это вот так вот. Но, с другой стороны, мы можем не относиться и сказать, пусть это будет. То есть, как бы понятие спуска души, оно очень распространено, а поднятие души, мы известно, меньше. Это нам не важно. То, что нам важно, что Рав нам говорит, что души людей, которые ходят сегодня, кто рождаются сегодня, это большие души, которые в состоянии воевать. Не просто так воевать в войнах Израиля. У меня было еще что-то, что я хотел сказать по этому поводу, но, по-моему, мысль у меня убежала. Если она вернется, я вам скажу. Давайте сделаем такую вещь. Давайте попробуем следующий отрывок получить. Я стараюсь его перевести по ходу, а потом я уже отнесусь к тому, что происходит и как я это вижу. Давайте попробуем пройти дальше. Итак, сейчас у нас игрит и мой корявый перевод по ходу. Значит так, это у нас был отрывок второй из книги Урота Милхама, даже из Катискаря. А это у нас отрывок шестой. Сейчас. Итак. Все народы развиваются. И они реализуются с помощью своих естественных движений, наклонностей. И они реализуются с помощью своих детей. И они реализуются с помощью своих детей. Они углубляют, они подчеркивают. Ценность какую-то, нет? Ценность, да. Ценность. Ценность каждого народа. Ценность. Особенную ценность каждого народа. Настолько, что его форма становится, выпячивается, становится подчеркнутой, понятной и ему саму и всем вокруг. И реализуется во всех своих частностих и подробностей. Исраэль, Уаспаклария акналитчейль коль оулам. И в каждом измена, шьеш амбе олам, шьеш амбе олам, шьешу елаполь агамур беколь тахсисав, יש кигут льумадзе, пеор астафук шьетнес к Исраэль. Исраэль – это общий взгляд на весь мир. И все время, пока существует хотя бы какой-то народ, который не реализовался до конца во всех своих частностях, есть некое затемнение напротив этого в свете, которым полон народ Израэля. В каждом измена, шьеш амбе олам, шьеш амбе олам, шьеш амбе олам, шьеш амбе олам. Поэтому все то время, когда царства задирают друг друга, воюют, то реализуется особенное качество всех народов, которые приходят к своему завершению. И поэтому сразу из-за этого, то есть производно из этого, что рождается сила, завершающая по отношению к этому в душе народа Израэля, в собрании Израэля. И эта часть, она ждет поступь Избавителя Машиеха, который придет и появится быстро в наше время. Простите, простите, кто кого ждет? Я немножечко не совсем уложилась просто. Кто кого ждет? То есть ждет Машиеха? Кто ждет Машиеха? Секундочку. Коаха шлама. Коаха шлама, да. Коаха шлама, то есть он как бы подвесил их, да? Сила... Восполнение. Восполнение, да. Она ждет, да. Ну, то есть как будто бы сила уже есть к завершению этого образа Кнесет Исраэль, да? Но полностью завершится оно не может, пока не придет Машиеха, то есть что-то в этом роде? Наоборот. Наоборот. Или наоборот она предвкушается. Когда завершится, придет как раз Машиеха. То есть она предвкушает приход Машиеха. Да, да, да. Мне так кажется. Именно она предвкушает, да. Именно. То есть, давайте так. Во-первых, мы видим, что Израиль не может быть цельным, пока народы не стали цельными. Потому что Израиль, это такое большое зеркало, он отражает, собирает в себя все от всех народов. С другой стороны, мы видим, что войны, они кристаллизуют народы. Я хочу здесь привести войну, которая сейчас идет именно не в Израиле, а в Украине. Мы понимаем, что такая вот большая война, она не только подчеркивает какие-то народные свойства, она делает народ. Народ, он объединяется, он понимает, чем он отличается, что в нем другое, что в нем отличает его от соседей, в чем его национальное его качество. И это, конечно, его не только скрепляет вместе, но и создает, подчеркивает и себе внутрь и снаружи, собственно говоря, а кто я, а что я в смысле народа. Зачем я здесь и кто я такой? Это буквально создает народ, то есть его завершает. То есть народ понимает, вы с нами, добрый вечер. Народ завершает как бы свое создание. И поэтому, как бы, с одной стороны, войны это, конечно, ужас, это очень плохо и желательно было бы без них, но так они есть, то войны со всеми своими ужасами несут, безусловно, не только спаивающую, но и народообразующую форму. И все народные свойства, они приобретают свою окончательную, завершенную форму через войны. Представьте себе, вот Европа наша, да, без войн уже там сто лет, почти сто лет, да. Представьте, что Европа будет без войн 300 лет. Какая принципиальная разница будет между голландцем и испанцем, кроме каких-то, не знаю, национальных блюд? Не очень понятно. Да, только не поймите меня, что я, это самое, за войны, да? Раб Кук тоже не знаю. Но если уж войны есть, мы говорим, отрывок, который мы не учили, да? Что когда происходят войны, как бы это, по большому же, это поступь машин. Когда это серьезные потрясения, это серьезные изменения, войны, это поступь машин. То есть, с одной стороны, это ужас, с другой стороны, это нас куда-то продвигает. Здесь мы сейчас видим, как бы как это работает. И то, что мы учили в народе Израиля, и во всем мире есть связь всего мира с народом Израиля. Мы говорим сейчас, войны в любой точке, серьезные войны, да? Это народообразующая сила. И это то, что, как бы, также для Израиля, ну, как бы, образующая сила. Давайте еще раз посмотрим текст и перейдем к завершению. Итак, все народы развиваются. Это, кстати, тоже очень важная часть учения Рава, что все, что есть, развивается, оно не статично. Есть развитие, есть продвижение. В том числе народы, как субъекты развития, они также развиваются. Это развитие реализуется с помощью их естественных проявлений. Что естественное проявление. В нашем случае это войны. Как народы, естественно, себя ведут, они воюют друг с другом, к огромному сожалению, на то, что происходит. Войны углубляют собственные свойства, собственную ценность каждого народа. Настолько, что становится подчеркнутым, выпуклым их вид, их качество. И они реализуются во всех своих частностях, во всех своих подробностях. Это весь мир, народы. Что с Израилем? Израиль у вас паклария акулеле дитколе улах. Израиль – это взгляд, который вмещает в себя весь мир. И все время, пока есть хотя бы какой-то народ в мире, который еще не реализовал окончательно все свои свойства и качества, напротив этого есть затемнения в свете Израиля. Поэтому все то время, когда царства задирают одно другое, реализуются особенные свойства народов, и они приходят к своему завершению. И, соответственно, рождается сила, и, соответственно, рождается сила завершающая сила в собрании Израиля. И она ожидает к приходу Машеха, чтобы он пришел и появился быстро в наше время. Давайте я вам дам сейчас тоже микрофон. Скажите, что вы хотите по отношению к этому отрывку, и я перейду к актуалисту. Можно, да? Я хочу сказать, что это ужасно интересно на самом деле. И мне кажется, это в каком-то смысле перекликается с другим местом Урава, где он говорил про беспричинную ненависть и про то, что благодаря этой беспричинной ненависти выкристаллизовываются какие-то идеи внутри общества. То есть тут какая-то похожая тенденция. Угу. Вот. И при обществе это внутри, как бы это уже снаружи. А это уже внутри человечества, внутри человечества, то есть каждый народ обретает свою идентичность. Угу. Да, да, да. Есть, безусловно, есть как-то параллель, да. Есть тут какая-то параллель, да. Но возникает такой интересный вопрос. Возникает такой интересный вопрос. Обозначает ли это, что при ходу Машеев обязательно должно предшествовать такое вот всеобщее движение к сепарации? Ну, вот, скажем, есть такая вот большая страна, которую называют издревле тюрьмой народов, которая сейчас трещит по швам, ну, по некоторым, так сказать, свидетельствам, да. И очень много народов таких вот стремятся как-то вырваться вот из этого образования, да. Насколько позитивен этот процесс, насколько он может реализоваться, но просто это все очень интересно. Действительно ли должны распасться какие-то большие империи, большие такие крупные образования, и каждый небольшой народ должен проявить свою индивидуальность? А ведь это величит за собой еще и возвращение к своим культурным корням и к своей религии, кстати говоря. Да, и получается, что на карте мира вместо одного большого христианского государства может появиться много маленьких языческих. Вот интересно, как это? Ну, во-первых, не знаю как. Я, может быть, сын пророка, но не пророк. Я не знаю, просто это очень интересно. Вот этот процесс, который Рава... Смотрите, величина Рава не в том, что он там очень велик в Торе и знает всю Тору, и открытую часть, и скрытую часть, и философию. Можно там это красиво рассказать. Величие Рава, по крайней мере, в том, что изучив какой-то отрывок из Кабалы, а потом посмотрев на наш мир, у Рава хватает ширины плеч. Секундочку. Вот это вот то, что я учил там, и то, что происходит в мире здесь. Это то же самое. Вот эти вот каббалистические какие-то принципы, идеи, они на самом-то деле нам говорят про то, что сегодня происходит в мире. И это в моих глазах его величие. Теперь я хочу немножко отойти назад. То, что сказала Ширель по поводу беспричиненной ненависти, я хочу это немножко, во-первых, напомнить, чтобы вы знали, о чем идет речь. Речь там идет о таком вот принципе, что у нас есть также, в том числе, польза временная от беспричинной ненависти. В чем у нас заключается? То, если в самом начале развития идеи я буду понимать, что другие идеи, они тоже в чем-то правы и цены, у меня не хватит душевных сил развивать свою идею. Поэтому каждая идея окупливается. Но насчитают, что только она права. Все остальное это есть. И занимается развитием своей идеи. Только после того, как она развилась, мы можем делать синтез. Есть такая идея, есть другая идея, и они могут работать вместе. До того у нас получатся кашевала, энтропия общая. В этом курс беспричинной ненависти. Понятно, что это временное явление, но оно нужно. Соответственно, Ширель обратил внимание, что то, что мы говорим, что войны, они тоже выкристаллизовывают собственное отличие народов одно от другого, но очень плохую беспричинную ненависть, которая позволяет идеям кристаллизоваться. А потом уже делать синтезу. То же самое здесь с народами. Поэтому действительно здесь, безусловно, есть параллель. Теперь, и я хочу здесь немножко другое посмотреть. С другой стороны, смотрите, война и войны вообще это очень больно. И мы привыкли смотреть только со стороны, ой, как больно. Ай, мама болит. А вот недавно я понял, что на самом-то деле никому все это не интересно, насколько нам болит. Вообще. Включая нас сами. То, что интересно, если это продвигает или не продвигает. Конечно, мы все хотим, и Бог тоже хочет, чтобы мы продвигались без боли. Но если эта возможность продвинулся, она единственная, или это та возможность, которую мы себе выбрали. Простите меня. Да. То есть это, то есть в чём взгляд? Как это у нас продвигается? И это взгляд, на который у нас сейчас, как это, обращает на взгляд раппы. Теперь, как бы, вот из этого я хочу, соответственно, как бы, безусловно, реализация народа должна произойти. Как это будет и как это произойдёт, как я уже сказал, я не прав. Я хочу теперь перейти немножко вот к тем, что происходит вот у нас сейчас в стране. Я начну с главного, с моей точки зрения. Главный вот такой. Мы сегодня… Нет, начнём с другой стороны. Есть сегодня по две точки зрения на войну. Назовём это условно правой точкой зрения и условно левой точкой. Правая, ну я теперь, я макцин. Я довожу эти точки зрения до крайности и обобщаю, чтобы нам было проще просто обсуждать. Я, как бы, говорю изначально, я, как бы, ну, я обобщаю и беру эти точки зрения крайние. Значит, крайняя, правая точка зрения говорит, в войне нет морали. Нужно начинается всех их раскатать так, чтобы голова провалилась в трусы, и только так мы можем воевать и выигрывать войны. Есть левая точка зрения, которая говорит, что война принципиально ничем не отличается от уголовного какого-то судопроизводства и должна ввестись под тем же правилом. Не приемлет вообще понятия, что есть народы, у нас есть только личности, есть только люди отдельные. Не приемлет понятия устрашения от войны, не приемлет понятия коллективного наказания, не приемлет понятия убийства, убийства там женщин, детей, невоенных среди врагов. И как это самое, как у нас сейчас до недавнего времени было в Израиле, на каждый выстрел нам нужно разрешение от юридического, от адвоката. Это две на сегодняшний день точки зрения, которые правят. И мы видим, что ни одна из них, в общем-то, не может быть верной. Либеральная точка зрения, грубо говоря, она не прошла ни одной серьезной войны. Это теория. С другой стороны, невозможно вести войну, не будучи уверенным в своей правоте, в том числе моральной. И здесь мы говорим, что через двойны народы, я прошу прощения, мне нужно сделать перерыв на буквально 40-60 секунд, я сейчас вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я извиняюсь за перерыв. Теперь вернемся к нам. Как мы сейчас учили, через войны народ кристаллизуется. Это то, что происходит в том числе на сегодня с нами, с народом Израиля. Что происходит? Мы пытаемся нащупать мораль войны. Мусара Милхамова. Как выявить? И сегодня произошло у нас очень интересное событие. Мы отключили в Газе свет и воду. И мировое сообщество с этим согласилось. Конечно, это противоречит общепринятым на сегодня правилам ведения войны. Теперь, что в этом, как бы, давайте, значит, так, с одной стороны. С одной стороны. Если это правильное решение, то оно, безусловно, правильное, безотносительно того, что у нас здесь произошло. Это надо было делать до того. И можно было делать до того, как мы встретились со зверьем, который за один день у нас убило тысячу человек. Это было правильно так же до. То есть это не меняется. Это просто... Ну, тогда почему мы это не сделали? Не потому, что у нас слабое правительство. А потому, что сам наш народ не был согласен с таким решением. Это действие не получило бы поддержку отклика от народа. Народ бы, наш израильский, восстал бы против такого действия. То есть надо было быть теоретически, да? Вот еще когда это случилось у нас, кто знает, у нас захватил в прошлом, в прошлом круговороте этой войны, у нас был захвачен солдат Геват Шарит. Его продержали там в плену в Азии три года и в конце концов обменяли на тысячу террористов. Которые, конечно, потом убили еще много из ротов. Если то, что мы делаем сегодня, это правильно, это нужно было делать тогда. Почему мы это не сделали? Потому что народ был не готов. Если народ не готов, это сделать невозможно. Никак. Я не могу, даже если я считаю, что это верно, а я не уверен, да? Но даже если я сто процентов уверен, что это так правильно, единственное, что я могу сделать, это написать колонку в газете. И кричать каким-нибудь постом в Фейсбуке. Я не могу тащить за собой вперед народ, который не хочет. Соответственно, эта бесконечно тяжелая цена, которую мы заплатили, привела к тому, что мы поменяли свое отношение. Теперь, обратите внимание, это важная вещь. Мы действительно хотим мира и не хотим войны. Весь мирный процесс к тому доказательству. Как народ мы хотим мира. И готовы даже ради этого отдавать территорию своей Родины. Это вот одно очень важное, что здесь у нас произошло сегодня в связи с всеми нашими событиями. Теперь я не знаю, я даже сомневаюсь. На сегодня, насмотревшись телевизором, не только, но даже вся сытая Европа, видимо, размягчить тем, что мы увидели на Украине и так далее, абсолютно поддерживает такие шаги жесткие Израиля, как отключение воды и электричества у цивильного населения. Это поддерживает Европа, это поддерживает Америка. Я как бы, я вот сомневаюсь. Можно, конечно, сказать, что это из-за того, что пришли арабы, нас поубивали, и поэтому они понимают, что мы имеем дело со зверьем. И поэтому они с этим согласны. Я хочу предложить альтернативное объяснение. В тот момент, когда мы это поняли, народы мира с этим согласились. Это мое объяснение. То есть, теперь вернем это в практику. Если бы это мы сделали раньше, народы мира, конечно, бы, как это, сказали бы нам фи и фу, покривили бы нам рожи, на этом бы успокоились. То есть, в конце концов, теперь что происходит? Мы вырабатываем до сегодня мораль войны и отдаем, отдаем, проводим это всем народам. С одной стороны, невозможно воевать, как мы уже сказали, без морали вообще. Есть мораль войны. Но это совершенно не то, что у нас здесь в армии обороны Израиля и во всем мире все эти международные конвенции – это не право мораль войны. Это примерно как христианское подставление второй щеки. Какие, как бы, правила войны, которые мы, опять-таки, нащупываем, потому что все-таки мы сейчас не во время Танаха, что-то поменялось. Правила войны, грубо говоря, такие. Если мы соглашаемся и оба поддерживаем какие-то правила, хорошо. А если мы воюем со зверями, то нужно воевать, как зверь. И это нормально. И это морально. И только сегодня мы, как общество, это понимаем. То есть мы, как общество, очень были чувствительны к тому, что у нас есть кто-то в плену. И готовы за это платить практически бесконечную цену. На сегодня практически у нас нет разговоров о том, а что будет с нашими, тех, кто захватили в плен. Мы сейчас просто систематически стираем газу с лица земли, включая то, чего было нельзя трогать раньше. Это руководители Хамаса прекратили вдруг пользоваться, то, что называется Акеш-Багак, предупредительно делать выстрел по дому, что мы собираемся по нему стрелять и так далее. Это не то, что, я повторюсь, это не то, что армейское или политическое руководство, а у него недостаточно сил. Это то, что у народа стрелка сдвинулась. И народ считает это действие неприемлемым или неприемлемым. Что со зверьми мы не можем. Это правильное действие. Нам нужна арта. Нам нужно, чтобы нас боялись с нами начинать. Тогда будет мир. Нам нужно, чтобы цена была непропорциональная. Тогда будет быстрый мир. Нам нужно и так далее. С другой стороны, это не заявление, что в войне нет морали. Это наше действие. Например, то, что общая мораль требует не подвергать опасности гражданское население даже ценой опасности нашего солдата. По крайней мере, наша юридическая система это так трактует. Понятно, что это абсолютно не моральное поведение. Но с другой стороны, то, что мы делаем, это моральное поведение. Это разница между тем подходом, который я представил как правый. Правый говорит, но в войне нет морали. Можно делать все. Нельзя делать все. Если мы можем не попадать по населению гражданскому, не попадать по нему. Но если за ними прячутся террористы, это не причина не убивать террористов. А теперь внимание. То, что сделали мы на сегодня, это более того. А если надавить на гражданское население приведет к тому, что военные, что рот оружия, и война прекратится, то это тоже морально. Это то, что сегодня происходит с отключением газа от воды электричества. Три дня назад об этом могли говорить только полностью сумасшедшим. На сегодня это делает правительство. У нас сдвинулась, как это, стрелка куда-то. у меня ощущение, что я себя не до конца как бы ну я не очень хорошо выразился. Я как бы сильно сейчас нападаю на левое представление и не очень сильно на правое. Но правое, оно не менее оно не менее арсане, оно не менее разрушительное. Когда мы пытаемся или говорим, что в войне вообще нет правил, в войне нет морали. Это абсолютно это тоже неморальный подход и этот подход также он нам мешает абсолютно победить. это то, что я думал и хотел сказать по поводу того, что у нас происходит сейчас. Сейчас я хочу дать пару слов, кто хочет обсудить, только у меня здесь некоторые я хочу выставить некоторые условия. У нас сейчас действительно в войне нам всем тяжело, поэтому у меня просьба самая не приходить с советами. Нам сейчас советов не нужно. Мы сейчас посередине как бы реальной войны, еще непонятно, что это будет, но обсудить вот то, что я сказал, то, как, то, чего, кому, как, что кажется, я был бы очень рад. И как это? Пожалуйста, как у нас говорится? Беколя нехишут варагишут. Да, я хочу услышать то, что хочет сказать. Пожалуйста. Спасибо огромное за объяснение того, что происходит в духовном мире тоже. Спасибо огромное. Спасибо вам. Кто-то еще? Виктория, Максим. Я скажу. Дело в том, что война как не моральное действие, оно как цинцум для появления частной морали. То есть каждый делает выбор. Вне зависимости от посторонних ценностей, каждый делает выбор, что действительно важно. И вот здесь проявляется действительно и частная и возникает общая мораль народа. Что народу действительно важно. И отсюда, и поступки, и все остальное. Вот таким образом, мне кажется, война моральна. Она ее выталкивает. Если раньше в теплых условиях ты не делаешь никакого выбора, живешь себе, занимаешься домашними делами и все, моя хата с краю. Но когда происходит война, ты неизбежно делаешь выбор. Либо в одном, либо в другом. Я вот, например, посмотрела, чему я хочу, чтобы видел вокруг мой ребенок. Чему я хочу, чтобы мой ребенок учился и не учился. Чего бы он видел и не видел. С каким выбором он сталкивался и не сталкивался. Даже так. То есть любой человек делает выбор, он смотрит вглубь себя. Что ему действительно важно? Вне зависимости заработать, купить новый диван или следовать моде. Вот тут действительно настоящие ценности. Здесь переоценка ценностей идет. всплывает то, о чем тебе некогда было подумать. Я согласен, только хочу заметить очень важную вещь. Есть принципиальная разница между личной моралью и моральной войны. Во время войны у нас другая мораль. Мы перекачаем тумблер. Я предупредил пример. Если человек попал в беду, мне его нужно конечно ему помочь выбраться. Но если для того, чтобы его спасти, мне нужно подвергать серьезной опасности свою жизнь, мораль говорит, твоя жизнь первая. Ты не можешь ценой своей жизни спасать чужого. Во время войны мы посылаем, если солдат опал в беду, мы посылаем еще 10 солдат, чтобы его вытащить оттуда, если там ранен или даже убит. Мы посылаем много солдат, чтобы помочь одному. То есть у нас во время войны другая мораль, чем во время мирного времени. И личная, и общая. Мораль войны, она другая. Это другой мир вообще. Но то, что нам важно, мы говорим, и во время войны есть мораль. Теперь, мораль, я вот сказал, я повторюсь, кому как больно, это никому не интересно вообще. Насколько это выглядит красиво, это не интересно. Морально может быть запытать до смерти террориста, чтобы нам рассказал, что он знает. Это очень морально. Морально это некрасиво, морально это не цветочки. Морально это правильность, морально точки взявления поведения. это может быть жестоко, это может быть очень больно, это может быть очень некрасиво. Нас не интересует. Мы понимаем, что такое мораль, и тут я повторюсь еще раз, мораль в мирное время и мораль войны это два разных мира. И то, что во время мирного времени это может быть не морально, во время войны морально или наоборот. Это как бы две разные области, в принципе сильно разные, выборы разные, действия разные, это как бы другой мир полностью, но ни в коем случае нельзя сорваться и сказать все, война, никаких правил нету, всех врагов крошим это самое в мелкий салат, без разбора. Или всех, кого мы сейчас записали во враги, или еще что-нибудь такое. в войне есть мораль тоже, это очень важно. Как вот наш завистский подход еврейский, да, вот он также против того, что правый подход, главное в войне победить, как ими средствами не важно. и он также абсолютно не левый подход, что мораль войны такая же как мораль мирного времени. Нет, есть мораль, но другая. И спасибо большое Виктория за ваше замечание. Кто-то еще хочет что-то сказать? Хорошо, значит, время у нас тяжелое. Я хочу всех благословить миром до окончательного развития нас с приходом Машеха, победом в моральных наших справедливых войнах, чтобы враги нас, боялись, и тогда у нас будет мир. Большое всем спасибо, добрый вечер. Спасибо. Спасибо. До свидания.